Что буду снимать, вам и рассказывать. Короче, у нас, как я говорила, 10 дней оплаченные стандартные. Давайте я покажу фонтан. Вот Рудовь там сейчас стоит. А стандартный номер, это номер... Мы говорим, а покажите нам, пожалуйста, стандартный номер. И поменять, чтобы на тот же хороший, на 10 дней, это плюс 20 тысяч рублей. Так, сейчас Рудовь меня зовет. Вот, в общем, чтобы... Мы посмотрели стандартный номер, он просто тупо на улицу, на шум, низкий этаж, какие-то торговые лавки. Я говорю, Рудовь, это ненормально. Ну, то есть, это ночью шум дамы, вообще непонятно, что. Это при полупустом отеле. То есть, они специально вас там, да, пытаются поселить. Ну, пока вы, ну, извините, другими словами, не сказать. Я буду все снимать. Я говорю, так, а если мы доплачиваем, и живем в более нормальном номере, то он должен быть видовой. Ну, смотрите, вот здесь виды, да? Будет смотреть тупо на сюда, но не увидите море. Она сказала, что будет... Вот опять мы сюда идем, что они будут видовые. Там какие-то штуки. Ну, в общем, короче, просто туши свет. Номер, ну, вообще отель пустой совсем. Ну, как бы предлагают номера, конечно, самые жесткие. Так, мы шли так же, но у нас был 13.06 в ту сторону, и выходил вот куда-то там, в общем, во двор. Сейчас она сказала, что вот это будет хороший номер, лучший, который, который нужно доплачивать. Короче, а все номера здесь пустые. То есть, чтобы вас поселили, извините, не с видом на помойку, на бар с нижним этажом, или там где-нибудь у прачечной, вы должны доплатить. Сейчас я посмотрю. Просто еще не убрано. Тот второй номер, который мы видели, это, оказывается, номер тоже, который не требует доплаты, который тоже стандартный, но он с видом, да. То есть, во-первых, там пухик, и все как на фотографиях. Во-вторых, он более просторный, но единственное, что он не убран. А тот, который у нас первый, пытались поселить, я просто его не сняла, этот трешак. Я думала, за этот надо доплатить, что это премиум. Руди говорит, нет, это не премиум. Но так как вот тот второй номер не убран, то нам сказали, что вы поживите сегодня вот в том, который нам первый показывали, это вот с видом на вот эту крышу, с видом на дорогу. Ну, то есть, вид, дорога, там какие-то продуктовые лавки, и вот эти вот, как это, товары, пляжные принадлежности. Ну, там шумгам, да, мотоциклы, моторолеры все ездят. Это второй этаж, не третий, да, тоже. Третий этаж, но получается прям вот над крышей, ну, то есть, и впереди крыши вот эти. И в номере очень сильно воняет чистящими средствами, но перемешку с каким-то, я не знаю, трешаком, как будто там кто-то помер, короче. Ну, вот реально, как будто гнилью воняет. Я говорю, Руди, я... Аня, он говорит, переночуйте там одну ночь, ну, потому что тот, другой номер надо убрать. Я говорю, Руди, я не пойду в этот номер, потому что, я говорю, там реально такая вонища, даже, там пусть с улицы шумгам, ты просто, ну, как бы, ну, там вонь такая, что заходишь сразу какими-то огурцами, солеными, вот каким-то, ну, вот, не знаю, солеными, с химией пахнет. Я говорю, блин, они все этот номер дают, но это просто это прехоти, вот отпуск испортить. Вот. И он в итоге доплатил сейчас за премиум номер. Я не знаю, конечно, дадут нам хороший премиум, уже тоже разные бывают, вот как и стандарт. То есть стандарт номер, получается, один такой видовой, красивый, просторный, с диванчиком и с видом на море, а другой, видите, такой трэш прям на дорогу, да, там, на магазины, на все. Типа, на тебе, вот, подавись. То есть, боже мой, полупустой отель. Чего они так жабятся за номера? Вот вообще непонятно. Люди приехали, то есть, получается, в Финляндии вы регистрируетесь на самолет, там, за два часа, да, потому что багаж вы должны знать за два часа ждете. Все сейчас рейсы опаздывают, да, то есть, получается, идут дольше. Куча документов на этот тайпас, куча тестов. Понимаете, тесты все платные. Тесты, получается, мы заплатили 10 тысяч на двоих, но если бы мы получали тайпас после 22 декабря, то нам пришлось бы два теста оплачивать. Это по 10 тысяч на человека. По билетам тоже не дешево. По багажу, я вам сказала, 90 евро за багаж, да, то есть, у нас один багаж и ручная кладь. Потом то, что у нас получается, так, буду, лучше буду показывать вот так, и говорить, просто лучше будет видно, ну, как бы слышно меня. Вот, и полупустой отель, вообще никого нет. Ну, как видите, да, вот вообще даже, ну, подушки, ну, все пустое. Вот, и по пляжу видно. Ну, короче, полупустой отель, они пытаются сандалить клиентов, самое гэ, извините, чтобы потом, это они так открыли туризм. Куча проблем, куча всего. Вот, то есть, трансфер не забирают с этого, с въезда, да. Получается, ты, я говорю, мы прождали еще в аэропорту, там, ну, правда, там все за час сделали, платишь еще эти тесты туда-сюда, потом надо на 6-7 день где-то там этот счет тест какой-то сдать, куда-то ездить самим, да, ну, это я потом вам расскажу, узнаю. А то, что трансфер у нас был 60 километров, мы ехали, 2 тысячи заплатили за этот трансфер, но это не отельный трансфер, значит, он стоил бы дороже, вот. Но вы обязаны оплатить его, да, потому что вас должны доставить в отель, вы должны сидеться в номере, пока не получите результаты ПЦР-теста. Это от 6 до 12 часов. И потом только можете выйти из номера. То есть, ну, вот, по факту, поесть вы можете только у себя в номере, ну, короче, полный геморрой. И вот сидеть в вонючем номере, извините, я не знаю, сколько, 12 часов, плюс, да, мы еще, получается, там проторчали машины, прожидали, что ее не было. Здесь мы уже больше часа, да, вот на рецепции с Руди, и ходим туда-сюда, ну, просто реально задолбали, они даже быстро обслуживают, как они хотят туристов сюда привлекать, я не знаю. Короче, меня бы никакими ковришками сюда не заманили, я не знаю, почему Рудос так захотел Таиланд, потому что я несколько раз говорила, полетели на Тенериф, и там все разработано, и Европа, и Европа, но вот ему, видимо, хочется геморроя, наверное, я не знаю, тут влажность сильная, я вообще как-то, ну, не знаю, Рудольфу захотелось Таиланд, вот, пожалуйста, Таиланд, ну, его даже трудности не пугают, ему так хочется Таиланд, массаж захотел, видимо, но он не сказал, хочу массаж, любой массаж, вот, чтобы как угодно, ногами топтали и помяли, как угодно, ну, короче, вот, к чему я размазал, он так хотел этот Таиланд, что просто все эти трудности его не пугают, для меня это просто столько времени лететь, 13 часов полета, а тут, тут, то есть ты, получается, добираешься по факту, там, 18-18 часов, да, до того, как ты заселишься в номер, и после этого ты до 12 часов будешь сеть в тупо в номере, то есть это такое себе удовольствие, ну, называется вообще никакое, еще мы должны были сдать там ПЦР-тесты и тогда, и тогда, и тогда, еще в Санкт-Петербурге, для Европы это не нужно, то есть лети на Тенерифе, там или куда-нибудь Канарские острова, отдыхай сейчас, да, там даже погода, и Европа, так, вроде что-то нам нашел, ну, вот, так, вон Рудольф идет, нам дяденька несет чемоданы, надо, надо же ему, а, сейчас расскажем, надо, да, ему это дать денежку, за то, что наш багаж везет, сейчас, мы идем в этот, в люкс, да, люкс, моббер, да, улучшенный, сейчас мы посмотрим, что будет улучшенный, не делюкс, а премия, ну, то есть все, что в этом корпусе, не уходя на улицу, да, это все делюкс, так, у нас, третий, видишь, что там, 23, 27, прямо сразу, на путь, на море, да, это мы на сутки доплатили, открытышки в этом, кофеварка, да, чуть-чуть отличается, по простору, не номер, да, и прямо, прямо, вот, как тут они тоже говорят, две отдельные кровати, одна вообще-то, по-моему, они перепутали, девушки, девушки, не очень по-русски, говоря, по-английски, говорят, да, так, дать посмотрим, и вот, вот он отель, вот это, премиум номер, у нас, вот, там вот, да, третий этаж, тоже, тот, который нам подготовит, он будет с угла, смотрите, по-моему, даже не отсюда, а с соседнего корпуса, там еще, нет, здесь, да, он будет, как-то сюда, да, и вот это тоже самое, здесь прямо красотища, да, смотрите, вот он, вот эти, вот последние 4 дня у нас проплачено, ну, как бы, поэтому платили 2 недели, но вот нам разрешили зачистить, это супер, да, это супер, да, это реально супер, так, смотрите, еще, вот вроде, да, да, вот вроде, говорит, здесь дверь такая, смотрите, если в семью заезжаешь, и берешь 2 номера рядом, то вот здесь дверь открывается, и открывается с той стороны, я думаю, в каждом номере, и можно, видите, как бы, с одной комнаты делать сразу, в номерах делать 1 номер, круто, такое все, столики, просторно, вентиляция, бассейн, вечером, вот это все будет подсвечиваться, там остров, да, видите, тут же пляж, то есть, ты вот просто вышел и спускаешься, все в трусах ходят, вот здесь, да, получается, столик, сушилка, здесь сидишь, отдыхаешь, так, чего тут, в общем, номер, конечно, классный, да, никто не спорит, это вот, улучшенный номер, банкетка, там мебель темная, я не увидел, надо это сделать, такое все, холодильник, кофеварка, чайник наверху, сейф, полотенце, зонтики, тапки, кожаные, многоразовые, конечно, так, здесь, посмотрим, такая красота, и вот такая душевая кабина, ой, как удобно, слушайте, я не люблю ванны залезать, я люблю душевую кабину, и вот она длинная, и закрытая, вообще класс, просто, лейки две такие, вот вентиляция, вообще такое, прям, место, место сказка, надо переодеваться, мы одеты еще в теплую одежду, видите, у меня еще штаны, и мы просто варимся, хоть сегодня нет солнца, вот это плюс, иначе бы мы ехали, и в машине, но вот в этом, как его, то, что влажно, душно, да, а ехали бы просто, вот такие были бы, и, в общем, короче, почему я размазывала, потому что, иначе мы сварились в дороге, сварились бы, пока ждали, там машины сварились бы здесь, ну, жарко, влажно, да, ну, здесь белья, да, очень хорошо, вот, но то, что сегодня нету солнца, это большой плюс, потому что сейчас уже вечер, нам вот, ребята, вот сейчас 5 часов, да, подсказали, что мы тесты получим не раньше, 8 часов вечера, это самое раннее, вот, поэтому, первый день, мы думали, что мы приедем, там 10 часов, там плюс там 3-4 часа, как говорят, тесты, и все, и мы, целый день у нас впереди, но по факту, видите, у нас один день вылетает, смотрите, там какой край, тут, конечно, все красиво, внизу, там вот у людей, видите, вот так шезлонги стоят, здесь шезлонги, пляж, пляж просто, и там шезлонги от отеля, да, а может быть там платные, я не знаю, вроде, вот эти вот шезлонги, они бесплатные, если смотреть по народу, ну, вот так как люди все тут трутся, большинство, да, вот это и все количество, всей нашей гостиницы, то есть, как-то вот немного народу, да, так прямо, но вид, конечно, здесь просто зашибительский, просто зашибительский, на остров, видите, на море, на пальмы, сказка, так, работает кондиционер, работает кондиционер, хочу вам показать тут кое-что, так, давайте посмотрим, насчет вот этих принадлежностей, после Финляндии, вот того отеля, да, единственное, я сказал Рудольф, не, давай-ка, спал лучше отдыхать, потому что мы на машине, и нам не нужен центр города, да, чтобы выйти гулять, особенно зимой, потому что там прям экономия на всем, так, что тут, шовер, кэп, шапочка, так, хлопковый бац, это что такое, я не поняла, бац, ватные палочки, так, полотенчики, туалетная бумага, салфетки есть, да, ну и здесь, да, тоже не разовые, но такие, хэнд-вош, то есть для рук, лосьон для тела, ну пусть пополняемый, какая разница, ну тоже, да, хотя, ну в том отеле тоже, вот именно были такие пополняемые, но может и хорошо их, хотя бы надолго хватает, гель для душа, кондиционер, с собой не надо возить, а я привезла, и шампунь, потому что бывает, как вот эти маленькие баночки, и все, они закончились, больше обычно ничего не приносят, пусть лучше вот так, кстати, да, это вообще классно, в том отеле тоже неплохо, что там это вообще было, да, но вот, так, обычного мыла нету, да, да, обычного мыла, я нигде, две шапочки, и опять же, вот эти ушки, да, обычного мыла нету, такого твердого, я люблю иногда умываться, иногда умываться твердым мылом, потому что у меня, когда косметика, вот такая стойкая, я ее сначала стираю, вот этой жидкостью, а потом хорошенько так, обычным мылом прохожу, ну вот, ладно, я взяла с собой кусок, ну если что можно купить, вот, ну я взяла все и лосьон, и кондиционеры, и гели для душа, я думаю, что у меня это быстро истратится, ну вот, получается, и это истратится, потому что, ну вообще вот так вот, да, то есть если говорить в каждом номере, лежать знаково должно быть, ну или посмотрим, да, в туалете тут даже вот это есть, так, все, конечно, прямо, а фен есть, фен, конечно, старый, я взяла с собой, да, есть он свой, но вообще, в принципе, в принципе, фен есть тоже, то есть вообще можно по срочной кладе ездить сюда, и не обязательно в крючок что-то иметь, это мусорная корзина, тут крючки, для полотенец, все красиво, все очень мило, так, кофемашина, Рудольф любит кофе, чайник, я пью только чай, так, две бутылочки воды, подожди, а вот это платно, да, смотри, не смотри, а тут что-то, баты, 50-50, что-то такое, короче, так, ну вот подойди, посмотри, вот что ты скажешь, что на английском, не знаю, не знаю, please do not remove bots from the room, ну короче, вот, почитай, пожалуйста, что тут написано, на бутылочке, так, так мы пока посмотрим, что нам бесплатно тут дают, бесплатно дают, вот, просто не уносите бутылки, вода бесплатная, но не надо уносить бутылки, и выбрасывать, да, потому что за пропавшую бутылку оплата 50 бат, ну, то есть, открыть чем? вот крылышки, там же такие, вон, тянущиеся, а, ну вот, да, все понятно, а, ну, то есть, все, вода бесплатная, стаканчики, так, сахар, кофе 3 в 1, кофе обычный, чайные пакетики, где чайные пакетики-то я видела, а это сумочка для пляжа, сетка, да, я так и не поняла, а, кстати, да, чтобы туда положить мокрое полотенце, да, принести, представляете, вообще ничего брать не надо, я первый раз такое вижу, так, и это, черный цех кофе какой-то, да, в общем, растворимый кофе такой, сахар, в общем, все остальное, так что, все остальное купите, холодильник, это прикольно, купил что-нибудь, фрукты, все, сейф, пляжные полотенца, да, за потерю полотенца, штраф в размере 500 за полотенце, ну, для вашего удобства, быстрого доступа, пляжные, да, пляжные, это вот эти рыжие, да, чтобы понимали, что это, два зонтика, ну, тапочки, да, конечно, то, что они многоразовые, немножечко напрягает, я буду Рудольфу носить одноразовые тапки, вот, ну, и вешалки, шкаф, зеркало, тут, по всю длину, такое все, так, а ключ у нас один, да, и как, пока да, ну, так они, интересно, два дают, один, да, потому что, так, один ушел, второй не ушел, свет вытащил, да, и, ну, короче, света нет, вот, красотень такая, так, нам, сериал, слушайте, лампочки выключаются, вот так вот, вот, да, да, ага, просто ящик, да, с розетками, да, наверное, обычно у кровати, сидеть розетку, очень не мешает, чтобы заряжать телефон, кровать всеобщая, да, там и где-то, там же идет, ну, вот, да, вот где-то туда, ну, вот, вот там тоже, да, розетки, так что, ну, и вот диванчик, в общем, красота, вот такой, и вот кондиционер, вот так, гоняем кондиционер на 23, все, расскажу вам все дальше, чуть позже, уже стемнело, смотрите, какая красота, на улице жарко, вот реально жарко, я в шортах стою, в футболке, фонарики запускают, ой-ой-ой, какая красотища, вот в баре все, мы еще пока тесты не получили, результаты, так, вот там вот, горит один номер, может его убирают нам завтра, где-то в конце должен быть, да, где-то вот может быть, так, а мы едим сейчас пиццу, сейчас я вам покажу ее, то есть Родя тут уже начала есть, заказали в номер, потому что мы выйти не можем, чай сделали, и водичку, потому что, пока мы тесты не получили, выйти из номера мы не можем, тестов пока нет, пицца Маргарита, такая хорошенькая, тоненькая, ах, надеюсь, вкусненькая, такая красота, слышно море, так приятно, вот у нас прям за отелем, вот там вот дорога, улица, как раз такая насыщенная, так, вот здесь вот наш отель, я завтра поснимаю, здесь вот бар круглосуточный, ты говоришь, здесь у нас самая лучшая бухта, в Пхукете, как Родоль говорит, он здесь уже был, вот, и здесь можно ходить, вот мы сейчас гуляем, наконец-то пришли наши тесты, негативные, отрицательные, и нас выпустили, то есть по факту никуда, мы никому не должны о них рассказывать, напоминать, потому что автоматом они приходят в гостиницу, и сразу на почту, и они их видят сразу, в общем, вы можете гулять, то есть вот они только вечером нам пришли, мы заказывали пиццу в номер, воду, в общем, чай попили, там все есть для этого, ну вот сейчас, как получили тесты, сразу пошли, хотя очень хочется спать, но хотя бы вот прогуляться, по такой красоте, я не знаю, к сожалению, вам не передаст, вот вся вот эта вот сказка, да, вот эта вся красота, она сейчас в темноте, вода безумно теплая, в бассейне, такое ощущение, что вода все-таки с, Руди, что это опять? Море? Море, море теплое, да, андаманское, да, вот, потому что бассейн тоже очень теплый, и прям вот-вот люди только что ушли, бар у нас там во дворе, получается, возле бассейна не шумит, там рядом ресторанчик можно кушать, ну и во всей гостинице, и все, в принципе, очень тихо, все выходят в трусах, купаются и уходят, но сейчас, видите, уже, там себя поснимаю, вот я такая вот, в шортиках, Руди, тоже в шортиках, мы в шортах, потому что купаться в ночью никто не будет, но ножки мы мочим, и вот так можно каждое утро, вот там парочка на встрече нам тоже идет, ходить во всей вот так вот набережной, туда-обратно, босичком, очень приятно, очень красиво, и то, что тут вся вот инфраструктура необходимая рядом, потому что можно все купить, вроде манго хочет, на ночь дом можно купить нам, если найдем, и все, и как бы самое-самое необходимое есть, потом еще у нас есть аренда здесь скутеров, но можно подальше пройти, может там дешевле, но мы все это узнаем, в общем, нам главное сегодня хотя бы попробовать было моречку, потому что люди все с огромным удовольствием купаются целый день, оно очень-очень теплое, ну и в бассейне там тоже, постоянно, народ-народ-народ, в общем, сказка, приятная, тихая, спокойная бухта. Да, купаться можно было бы, ой, слушай, они, по-моему, голые, нет? Девушка, вот, или нет, или она так одета, а, нет, у нее светлые трусики, или нет, или, ну не, вроде, вроде какой-то светлый купальник, все, парень-то одет вообще, или там девушка, ну парень там, не, не одет, одет, нормально. Ну вот, по улочке идем как раз тут, видите, красотища, значит, здесь, вот здесь вот, мы уже прошли, магазины, они еще закрыты, и купальники, и шлепки, и вот, видите, опять шлепки, купальники, все, в общем, все для пляжа, много всего, и шорты, и все-все-все, жалко не видно, ну ладно, завтра поснимаю, завтра послезавтра, значит, продуктовый магазин, много-много всего, и вот там, основная центральная улица, там вообще все, и это прямо рядом с отелем, разный массаж, мы заказали манго, мы купили манго, две штуки, нам вот так порезали, и дали вот такие вот ложечки, и все, там можно порезать, ну как, вкусно, все, пошли дальше гулять, мы же мороженое хотим, красиво такое, до неделя, пошли, пошли, аренда скутеров, что тебе, супер сочная, арбузы, сейчас есть, сейчас все есть, все эти наши, такие любимые фрукты, из Таиланда, все есть, ты вилочкой ешь, а я такая хрюхрю, не вилкой, так возьму, ладно, вилкой, возьму, буду поприличнее, пофешки рыба, причем и так же и готовят прямо, там были самые выгодные массажные, на конце, видите, там такси пыли, сейчас все закрыто, туристов нету, хотя на мороженое очередь, на этом, интересно местное, так, за два манго, мы заплатили 8 евро, 8 бат, извиняюсь, 80, а, 80, да, на наши деньги умножать, 2 и 2, 2 точка и 2, 80 на 2 и 2, 160, 170, 175 рублей, где-то так, ну, здесь русская кухня, русская, небольшая чела, да, с черепахи, с шерепахи, с змеем, мне заказали мороженое, которое делают сами, не снимала, потому что там у них музыка играет, короче, и вот такое красивое, оно очень быстротает, надо есть, вроде тут посыпал, чем можно, обсыпочка бесплатно, так стоит 80 бат, такое красивое мороженое, покажу вам, вот наш отель, русская, мы сейчас вышли с массажа, мы делаем массаж ног, такой с маслом, лежишь, растянувшись, там один мужик заснул, Рафиел, он вроде тоже заснул, я его взяла несколько раз, он тихо, не отвечал, а я так пару раз провалилась, короче, массаж на час, стоит 300 бат, блин, кайфово, вообще, ноги легкие, после самолета, на геотекле, вот реально щиколок, там было такое ощущение, что мы какие-то отсекшие, а сейчас, прям вот, я не знаю, ну, ощущение легкости, мне понравилась та штука, которую они делали, там тоже такое, как сказать-то, какая-то, мазилка, она такая, ментоловая, да, и она сразу охлаждается, так плавненько, медленно, полотенчика закутывает ногу, потом вытирает, чтобы она не жирная была, чтобы все-таки одел, и ничего не жирилось, вот, и прям так приятно, кайфово, и после этого в конце еще массируют руки, спинку, шейно-воротниковую зону, и голову так потягивают, шейку, в общем, то есть не только там ноги, потому что ты лежишь на кресле, запрокинувшись, так, давайте, буду вам виды показывать, тут, птички чирикуют, да, 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 вообще, вот, мы сюда заходим к себе, в отель, и, в общем, ты лежишь весь такой, наслаждаешься, так, это я тут, вот, в общем, кресло раскладывается, такое, кожаное, вот, ножки в этом, прям, ой, слушай, ну, вообще, ноги по-другому себя чувствуют, в этой душе, как этот чугун, я сначала говорю, не, я не очень это, а сейчас я так думаю, лежу, думаю, что надо потом на массаж, это там с маслом сходить, ну, вот, шея, спины, вот это все, да, потому что тут цены, конечно, очень-очень хорошие, то есть, ну, вот, 300 умножьте на 2, и 2, и 2, да, вот так вот, то есть, где у нас сейчас тебя будут там массировать, мять, так, прям, приятно, все так плавненько, но в то же время так хорошо проминают, пальчик каждый, каждый эту, ик, икры, вот прям вообще, о, мечта, сказка, и все так заворачивают в полотенчик, а потом все это вот протирают, и тоже так мельно, сначала ноги моют, когда ноги мыли, мне уж стыдно было даже, да, мы с песка, они спросили, ну, как бы, ну, как в шлепках мы шлепках, и они сначала там в таком красивом тазичке моют ноги, но они не разрешают снимать, потому что там много таких же клиентов, как и мы, лежат, и они просто, ну, не пускают, чтобы люди не смотрели, посторонние, не даже, ну, не снимали, тем более, потому что, ну, это как бы личное, ну, как бы, мы не стали просить, поэтому я вам чуть-чуть показала, но и ножки свои, когда мы только сели, так, пришли мы в отель, вот, ну, все.